Всем привет! Вы на канале Скрипник Фото. В сегодняшних фото новостях. Новые IPS-мониторы от LG, камера Zenith M, самое популярное фото- и видеооборудование в 2019 году, видео на Nikon в RAVI и тучи сгущаются над фотокиной. Поехали! В преддверии дебюта на CES 2020 компания LG Electronics представила свои новейшие 4K-мониторы для профессионалов. Это две модели LG 2020 UltraFine на 32 дюйма и LG 2020 Ultra Wide на 38 дюймов. По словам компании, оба монитора, а также новая линейка UltraGear, разработанная специально для геймеров, направлены на премиальный сегмент рынка. Первый монитор это LG UltraFine RG32 дюйма 4K Ultra HD 32UN880. Монитор имеет IPS-матрицу с разрешением 3840 на 2160 пикселей с частотой обновления 60 Гц, 95% охватом цветового пространства DCI-P3, временем отклика 5 мс, поддержкой HDR10 и AMD Radeon FreeSync и яркостью 350 мит. Монитор оснащен портами USB-C, DisplayPort, HDMI и двумя USB-A. Подставка для монитора выполнена в стиле рукава, что позволяет поворачивать его на 280 градусов по горизонтали и на 25 градусов по вертикали. Таким образом, монитор крепится к боковой грани стола и может сэкономить полезное место на рабочем столе. Вторая модель это изогнутый LG Ultra Wide 38WN95C на 38 дюймов. К сожалению, изображения этого монитора пока нет. Он имеет матрицу QHD+, с разрешением 3840 на 1600 пикселей и соотношением сторон 21 к 9. Частота обновления экрана 144 Гц и отклик 1 мс. Яркость монитора 450 нит. Присутствует поддержка веса, дисплей HDR600 и G-Sync. Производитель заявляет о 98% охвате цветового пространства DCI-P3. Монитор оснащен портами Thunderbolt 3, HDMI, DisplayPort и USB-A и регулируемой наклонной подставкой. На данный момент LG не представили информации о ценах на новые модели и вероятнее всего мы узнаем о них в самом начале года на шоу CES 2020 в США. Камера Zenit M впервые анонсированная более года назад наконец-то стала доступной для покупки в США. Еще в 2016 году Красногорский завод объявил, что советская марка камер возродится, чтобы закрепить свои позиции в сегменте роскошных фотокамер. В 2017 году компания сообщила, что в 2018 году она запустит камеру в производство. И наконец в сентябре 2018 года был представлен Zenit M. Для тех, кто не в курсе, напомним. Zenit M это слегка измененная Leica M Type 240 без 6-битного считывателя кода с линз и с программным обеспечением от Zenit. А сопутствующий объектив Zenit Art 35 мм f1.0 разработан и собран на все 100% в России. Единственные профили объектива, встроенные в эту камеру, предназначены для трех объективов Zenit. 35 мм f1, 50 мм f1 и 21 мм f2.8. С объективами Leica M камера будет работать в ручном режиме. Согласно официальной информации от производителя, на продажу будет выставлено всего 500 экземпляров. Limited Edition Kit, состоящий из камеры Zenit M и объектива 35 мм f1, обойдутся покупателям в 6995 долларов США. Как и в прошлые годы, крупнейший в США рентал по фото и видео оборудованию Lens Rentals представил свои статистические данные касательно самых популярных камер и объективов в 2019 году. Так как Lens Rentals имеет самый большой перечень оборудования для фотосъемок и кинематографии, для онлайн прокатов США, то их ежегодные списки могут быть очень полезны тем, кто хочет понимать суть происходящего в индустрии в целом. Итак, начнем с самого популярного фото и видео оборудования в 2019 году. Кстати, в любой момент вы можете нажать на паузу и подробно рассмотреть все данные. Всю первую тройку закрывает Canon с камерой 5D Mark IV и двумя объективами 24-70 2.8 и 70-20 2.8 второй версии. Затем следует Sony Alpha 7 III, что для меня совсем неудивительно. Ну а затем опять телевик от Canon 70-200 f2.8 третьей версии. Потом идет стабилизатор DJI Ronin S, фикс-объектив Canon 35 мм f1.4 L второй версии, два зума от Sony 70-200 f2.8 и 24-70 f2.8 и закрывает десятку полтинник f1.2 L от Canon. Ну, я думаю, вам понятно, кто тут доминирует. Интересно, что Canon 50 мм f1.2 L, хоть и был выпущен в 2007 году и в целом считается немного мягким объективом по сегодняшним меркам, по-прежнему сохраняет свое место в первой десятке. По поводу соперничества Nikon и Canon на беззеркальном рынке. Lens Rentals упоминает, что Canon EOS R и Canon EOS RP арендуется вдвое чаще, чем камеры серии Nikon Z7, Nikon Z6 и Nikon Z50. Эти цифры также относятся и к объективам. При этом объективы с RF креплением арендуются почти вдвое чаще, чем объективы с креплением Nikon Z. Если говорить о соотношении беззеркальных камер к зеркальным, то данные выглядят так. 49,78 для беззеркалок к 50,22% у зеркалок. А вот как выглядит доля рынка аренды 2019 года по байонетам. Canon EF 45,5%, Sony E почти 24%, Nikon F 14%, Micro 4,3 7%, Fuji X 3,5%, Canon RF 1,3%, PL 1,2%, Nikon Z 0,8%, Leica M 0,7%. Доля рынка аренды 2019 года по брендам выглядит так. Canon почти 36%, Sony 15%, Sigma почти 14%, Nikon почти 10% и остальные 25% уходят другим брендам. Как мне кажется, это достаточно объективная информация и она очень понятно демонстрирует направление рынка на сегодняшний день. Также мне интересно, что думаете вы. Высказывайтесь в комментариях, согласны ли вы с приведенными данными, реально ли Canon лидер индустрии. Какие камеры и объективы вы считаете самыми популярными. Пишите, пишите, пишите. Очень интересно. 17 декабря компания Nikon представила долгожданное обновление для беззеркальных камер серии Z. Съемка видео в ProRes RAV. Владельцы камер Z6 и Z7 смогут отправить свои камеры в сервис-центры Nikon для платного обновления. Стоимость обновления составит 200 долларов США для американского рынка. Какие цены будут в Европе, мне пока неизвестно. Также не забывайте про отправку камеры до сервиса и обратно за свой счет. Помимо этого, компания выпустила и новую прошивку версии 2.20 для камер Z6 и Z7, добавив поддержку карт памяти CFexpress, но не всех производителей. А теперь подробнее про RAV Video. Платное обновление для Z6 и Z7 в сервисах NPS позволит записывать видео 12-бит 4K или Full HD в формате ProRes RAV на рекордеры Atomos Ninja 5 через HDMI. Ранее была доступна запись в 10-битах ProRes без RAV. Если у вас Z6, то RAV Video будет вам доступно как со всей матрицы, так и в кроп-режиме. А вот обладателям Z7 повезло меньше. Для них RAV будет доступен только в режиме кроп. Как заявляет Nikon, RAV Video – это формат, при котором данные выводятся непосредственно из сенсора без обработки в камере. То есть электронный VR, профиля Picture Control, Active Delighting, подавление шумов, контроль винентирования, компенсация дифракции, автоматический контроль искажений и компенсация хроматических аберраций будут недоступны. Далее, сам ProRes RAV пока можно монтировать в Final Cut Pro X, Avid Media Composer и EDIUS. Но Adobe Premiere его еще пока не поддерживает, хотя уже объявлено о скорой нативной интеграции. Но точных дат пока нет, а о DaVinci Resolve пока разговора вообще никаких не идет. Если вдруг в чем-то не прав, то напишите мне об этом в комментах. Далее, сам рекордер Atomos Ninja 5 необходимо также перепрошить до версии 10.2. Также очень огорчает ситуация с тем, что обновление платно для всех, кроме обладателей Movie Kit. И к моему глубокому сожалению, те, кто купил камеру сразу после поступления ее в продажу, когда Movie Kit еще даже не были объявлены и докупил рекордеры Atomos отдельно, будут все равно вынуждены оплачивать перепрошивку. То есть приходим к тому, что все пока не просто. Но зато это даст возможность продвинутым видеографам снимать в RAVI и получить более высокое конечное качество для дальнейшей постобработки. По слухам, на этой неделе все тихо. Кратенько отметим самые интересные. Начнем с того, что появилась фотография нового флагмана от Canon 1DX Mark III в цвете металлик. Скорее всего, это маскировка, но вдруг будет спешл-версия. Далее прошел слушок, что в 2020 году Nikon представит еще одну кроп-беззеркалку уровнем выше, чем Nikon Z50. Ну и соответственно ожидается, что камера будет называться Nikon Z70. Дата выхода примерно четвертый квартал 2020 года. Если слухи правдивы, в чем лично я пока сомневаюсь, то думаю, что это может быть аналог D500. Хотя на столь раннем этапе трудно что-то предполагать. Со стороны объективов, Sigma опубликовала патент на новый автофокусный объектив 28 мм f1.2. Хоть патент это и не факт выхода, но первый шаг уже сделан. Будем ждать. Ну и еще один патент от Canon, в котором мы можем видеть, что компания активно работает над совершенствованием системы стабилизации для будущих беззеркальных камер. И последняя новость на сегодня немного грустная для меня. Я как узнал, так и призадумался. А стоит ли мне лететь на фотокину в следующем году? Итак, компания Fujifilm официально подтвердила, что не примет участие в предстоящем шоу фотокина, которое пройдет в Кёрне с 27 по 30 мая 2020 года. И это, как мне видится, огромный гвоздь в крышку, сами знаете чего, для фотокины. Поверьте, я был там в 2018 году и у Fuji была очень большая площадь. Также напомню, что в выставке не будут принимать участие Nikon, Leica и Olympus. В свою очередь, Canon, Panasonic и Sony недавно официально подтвердили свое участие в фотокине 2020. Друзья, если вам понравился этот выпуск, то с вас лайк, коммент, подписка, ну и, конечно же, новые просмотры наших роликов. С вами был Вячеслав Скрипник, Жанна Осталась, там еще Кристина, мы прямиком из Венгрии. До следующего выпуска фотоновостей. Всем пока! Всем привет! Вы на канале Скрипник Фото. Опять запомнила. Субтитры сделал DimaTorzok